Средства, выделяемые из окружной казны на образование, в принципе оправдывают себя. Об этом говорят итоги первого всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Участие в нем приняла почти вся страна, 83 из 85 субъектов. В финальной части за главный пресс звание «Литературный флагман России» боролись уже 10 регионов, в их числе Республика Саха, Хабаровский край, Ульяновская область и наш Неницкий округ. Всероссийский конкурс проходил в рамках международной книжной ярмарки «Нонфикшн». Именно там назвали имя победителя, о самых умных регионах их читателей в следующем материале. Желающих попасть на международную ярмарку книг в этом году оказалось очень много. Она проходит здесь, в этом центральном доме художника. Буквально несколько минут назад у входа наблюдалась огромная очередь, но сейчас она пообавилась. Внутри, впрочем, настоящий ажиотаж – тысячи посетителей. Свои новинки здесь представили более двух с половиной сотен издательств из разных стран мира. Гуманитарную, образовательную, научно-техническую и художественную литературу «Нонфикшн» за несколько дней посетили 50 тысяч читателей. Почетный гость этой ярмарки «Испания». Центральный стенд, 650 книг, в основном молодых писателей. И на испанском и уже переведенные, но пока малоизвестные в России. Но, конечно, главное событие «Нонфикшн-2015» – церемония награждения первого всероссийского конкурса «Самый читаемый регион России». В стране его назвали ключевым мероприятием в годы литературы. Скажу честно, когда я про эту премию узнал и когда стали мы обсуждать итоги, я задал вопрос, а вообще по-честному, как это считается? Меня долго убеждали, что все считается по-честному. И вы сами убедитесь в этом, когда услышите итоги конкурса. Конкурс стартовал еще в мае. В состав жюри вошли представители книжного и библиотечного сообществ. Журналисты, литературные критики и писатели. Выбрать «Самый читаемый регион» оказалось действительно непросто. Членам жюри пришлось изучать буквально каждый субъект. Кто, где, как, а самое главное, сколько читают. В итоге перед финалом в список претендентов на победу попали 20 лучших регионов. По принципу, самый читающий регион – это тот, в котором жители в наибольшей степени охвачены деятельностью библиотек, книжных магазинов, издательств, школ и вузов, литературных музеев. Победителя выбирали уже на основании подготовленных регионами презентации. В них были представлены наиболее интересные и значимые проекты, приуроченные году литературы. Третье место жюри отдало Санкт-Петербургу. А вот в то, что произошло дальше, многие просто не поверили. Почетное второе место и премию получает Ненецкий автономный округ. Прошу вас, Сергей Дорогов. Население округа порядка 44 тысяч человек. Почти половина является постоянными посетителями библиотек. Несмотря на то, что у нас в округе уже практически наступила полярная ночь, до части населенных пунктов добраться можно только авиатранспортом, как правило, это вертолет, и только если летная погода, тем не менее, как вы видите, жители нашего округа думают не только о выживании и сохранности северных артических рубежей нашей Родины, но и о своем духовном развитии. И, безусловно, имеют возможность, особенно используя новые современные технологии, читать и духовно развиваться. И это награда, прежде всего, лучших наших представителей образования, культуры, которые проводят большое количество культурных мероприятий. У нас развитая библиотечная система. Я горжусь населением нашего округа и нашими жителями. Это отмечали и посетители выставки. Они, как и участники конкурса, тоже удивлялись. Мол, второе место получила даже не Москва и не Ленобласть, а Ненецкий округ. Я правильно сказал Швыдкой, что Горитвы полярная ночь располагают к чтению. Очень приятно, что и до севера дошло восстановление любви к чтению. Люди везде активно читают, независимо от того, какая это территория. Я слышала, что ваш округ очень продвинутый, очень читающий, поэтому я рада за вас. Главный приз ушел в Ульяновскую область. Таким образом, она получила звание литературного флагмана России. И организаторы уже с точностью заявили, что конкурс непременно должен стать ежегодным. Олег Хатанзейский, телеканал «Север», Москва.